Итак, мужчины, клянетесь ли вы, вступая в картонный, самый прочный на свете брак, заботиться о своей женщине, оберегать ее от всяческих невзгод, готовить ей пищу полезную и вкусную, когда она голодна, одевать и раздевать ее, если ей лей, утешать ее в печали и веселить ее в радости, заботясь о том, чтобы она преждевременно не скачалась над смехом, а также содержать в порядке и уюте ваши картонные дома, картонные деревья, ваших картонных детей и домочадцев и в особенности следить за своим картонным таристом. Недалеко от малой сцены, где все площадки. Вы тоже клянетесь, Алексей? Да, все. Хорошо. Итак, девушки, вы слышали все, что они пообещали. Запомните, вы всегда сможете этим воспользоваться. Теперь же, девушки, речь зайдет о вас. Вам предстоит прогляться в следующем. Вступая, собственно, в картонный, самый, как я уже говорил, прочный брак, который регистрируется прямо здесь, под открытым небом, в окружении Элвиса и других картонных друзей человека, клянетесь ли вы любить и обожать своего мужчину, принимать его с теми его недостатками, которые у каждого мужчины, знаете ли, случаются, слушать его внимательно, даже если вы говорите с ним по телефону, оберегать его сон, если он спит, не портить ему аппетит, если он ест, а также заботиться и поддерживать чистоту в вашем картонном доме, оберегать аиста вашего картонного и его гнездо. У нас есть такой персонаж, картонный аист. Источник, но тиран много чего может не знать. Я игрушка в чужих ростах. Игрушка, конечно, марионетка. Марионетка. Но мы не о том. Я бы мог еще долго мучить девушек. Обо мне-то обо мне. Да, мог бы долго мучить девушек еще такими-то клятвами. Но мы же все с вами знаем, как на самом деле девушки непостоянны. И как тяжело им, в отличие от мужчин, выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому, девушки, просто скажите, что вы обещаете их исполнять по мере возможности. Как-то вы так не стройно отвечаете. Мне кажется, что вы даже не будете... Да, давайте, девушки, скажите, мы обещаем. Мы обещаем! Ура! Ну что же, дабы не затягивать нашу процедуру совсем уже до бесконечности, теперь я предлагаю вам массово обнять друг друга и впиться кубами в тесны своих мужей и жен теперь уже. Как-то я не вижу вот этого радостного ликования и, собственно, тех самых объятий. А всех остальных участников я призываю обниматься друг с другом, целовать соседей, которые рядом, кричать, визжать и издавать другие какие-то более или менее приемлемые звуки. Замечательно! Замечательно!